Сегодняшняя беседа, я думаю, будет полезна не только для наших детей, для наших подростков, но и для всех нас. Мы рады сегодня вас всех видеть в собрании, в церкви. Рады, что вы участвуете вместе с нами в поклонении Господу. Сегодня я буду вам показывать много разных картинок. И я думаю, что вы сможете в этих картинках увидеть в том числе и себя. Когда больше будет речь идти о поведении детей и подростков, тогда, когда родители их о чем-то просят. Скажите, вас часто родители просят о том, чтобы вы что-то сделали? А вот ответьте на вопрос честно. Вы чаще родителей слушаетесь? Или родителям чаще приходится вас уговаривать, чтобы вы их послушались? Вопрос не поняли. Но обычно бывает так. Мама с папой просит кого-то из вас сделать что-то, и вы сразу идете и делаете. Или надо иногда по два, по три, по четыре раза сказать, напомнить. Такое бывает в вашей жизни? Бывает. Итак, первая картинка, которая будет перед вами. Я попрошу братьев-операторов включить. Слайды. Эта картинка очень интересная, потому что на этой картинке мы видим мальчика-девочку и отца, который что-то просит у своих детей. И как вы увидели, папа просит у своих детей о том, чтобы они не лезли в резетку. У вас спросили родители хоть раз в жизни не лезть в резетку, не трогать провода. Было? Итак, на первой картинке папа обращается к своим деткам, и он говорит, детки, запомните, опасно играть с электрическими розетками. Но, к сожалению, дети не всегда слушают своих родителей, думая, что их обманывают. Поэтому они пренебрегают их просьбами. Кого из вас просили не лезть в резетку, а вы все-таки полезли? Ну, так, чтобы я видел в вашу руку. Сестра Таня все-таки попробовала. Я знаю, что многие из здесь сидящих в зале именно так и поступали. Я в том числе лезь туда, куда меня не просили лезть, или просили, чтобы я туда не лез. Что происходило очень часто, когда, например, родители попросили не лезть, но при этом они ушли, где-то, может быть, на кухню, чаек попить, или там тарелочки поубирать, или еще какую-то работу сделать. Детки находили резетку, при этом они прятались, и что пробовали сделать? Или пальцем потрогать, или туда, может быть, гвоздь, или спичку ставить. Некоторые дети поступают по-другому. Они не вставляют свой пальчик в резетку, они берут и сразу тянут в рот провод для того, чтобы потрогать зубами, насколько он вкусный. У вас у всех есть зарядка телефонов. Кто из вас хоть раз пытался перекусить провод от телефона или от зарядки телефона? Никто? Но вы знаете, есть много детей, которые просто так и хотят взять этот провод и зубами его там немножко покусать, как и так потрогать. Есть более старшие уже подростки, которые знают, что в резетку лезть пальцем не нужно, гвоздь вставлять тоже не нужно, кусать провод как-то уже тоже не совсем хорошо, потому что уже вроде как вырос. Они очень часто пытаются без разрешения родителей, потому что уже считают себя взрослыми, пользоваться электрическими приборами. Например, утюгом. Что у вас на картинке? Утюг. И вы видите руку девочки, которая что делает? Без разрешения родителей пытается включить этот утюг. Давайте посмотрим вместе с вами на то, что происходит вследствие пренебрежения детьми, заботы о них своих родителей. Итак, когда дети не слушают родителей и лезут все-таки в резетку, включают электрические приборы, то очень часто что происходит? Может быть пожар. Может быть пожар? Может быть пожар. На картинке мы видим человека, у которого, если вы обратили внимание, волосы уже стоят дыбом, да? Как кто-то сказал. Почему? Потому что он уже попробовал полезть в резетку. А вследствие этого что происходит с резеткой? Она воспламеняется, горит. Когда начинает воспламеняться резетка или проводка, то может загореться весь дом. Согласны? Итак, есть последствия непослушания детьми родителей. Обратите внимание еще на одну картинку. Что вы видите? Итак, мы видим очень сильный ожог на руке. От чего он произошел? От огня. А огонь от чего произошел? От резетки. А в резетку почему полез? Запомните, это все является результатом баловства детей или подростков и их непослушания родителям. Если бы этот мальчик послушал своих родителей, то у него не было бы такой раны. Согласны? Давайте еще посмотрим на одну картинку. Эта картинка очень страшная, потому что очень часто происходят более страшные травмы. после того, когда дети лезут в электрическую резетку или хватают провода для того, чтобы попробовать, как же ток бьет, сильно или не сильно. Очень многие от электрических травм даже умирают. И это страшно. Но в этом мире есть очень много людей, которые хотели попробовать то, что им было запрещено. И в результате этого они умерли. Итак, мы видим, что дети, которые не послушались родителей, которые хотели из любви к ним им помочь, обманулись. Почему они обманулись? Детям очень часто кажется, что они лучше знают, чем их родители. Бывало в вашей жизни, когда папа или мама что-то вам сказали, а вы подумали, но я же лучше знаю. Но я же все-таки пробовал не один раз, и ничего не произошло. Почему, если я сейчас попробую еще раз, должно что-то произойти? Итак, детям очень часто кажется, что они лучше родителей знают, что правильно, а что нет. И очень часто, когда они куда-то лезут, происходит беда, которую они пытаются скрыть. Например, если кто-то разбил тарелку, то вместо того, чтобы пойти к маме и к папе, что вы делаете с этой тарелкой? Вы пытаетесь ее спрятать так, чтобы мама и папа не нашли. Но зачастую бывает так, что мама и папа как раз и находят вашу тарелку разбитую. Или еще что-то, что вы натворили, но спрятали. Бывает такое? Знаете, что Бог говорит в Библии? Что все то, что втайне, оно обязательно будет открыто. Поэтому учитесь общаться с родителями. А родители, нам очень важно учиться общаться с детьми, для того, чтобы дети не боялись, даже когда они сделают какую-то ошибку, подходить к нам, для того, чтобы вместе с нами эту ошибку исправлять. Итак, дети очень часто, не слушая родителей, попадают в беду. И эту беду они стараются как-то скрыть. Сегодня мы вместе с вами прочитаем из Библии обращение к нам любящего Господа, в котором Господь говорит нам о том, что окружающий нас мир, который не верует в Господа и Спасителя Иисуса Христа, может очень плохо влиять на нашу жизнь. Поэтому мы должны быть очень внимательными, чтобы не обмануться. Вы встречаете ребят в школе, которые курят? Вас еще не просили взять и попробовать? Чуть-чуть. Ну, например, что ж ты за мужчина, если ты ни разу еще не курил? И вы, как мужчина, берете и пробуете. Вы встречали ребят, которые уже выпивают? Да, есть очень много ребят, которые ходят в школу, но они уже выпивают. Есть очень много грехов, которые они уже делают. И вы все это видите. И то, что они делают, на вас влияет. И иногда, особенно когда, например, вы слышите плохие слова, хочется повторить, чтобы не оставаться белой вороной. я не знаю, как вы, а я знаю очень много детей, очень много подростков, которые для того, чтобы не быть белой вороной, повторяют все то, что они слышат. Они плохие слова говорят, они делают то, что их просят, например, в школе, они какую-то плохую, совершают какие-то плохие поступки. Вы с этим сталкиваетесь в школе? Скажите, а те, с кем вы общаетесь, вот ваши одноклассники, они поступают так или нет? Поступают. Итак, давайте прочитаем этот текст. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Знаете, как по-другому этот стих звучит? Давайте прочитаем. Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми, потому что плохая компания губит хорошие привычки. Итак, хотите вы или не хотите, а вы будете сталкиваться с людьми, которые будут на вас влиять. Я хочу сегодня, перед тем, как мы помолимся, вместе с вами очень коротко поговорить о том, что же нужно нам знать на основании Слова Божьего о людях, для того, чтобы мы правильно выбирали себе друзей. Скажите, у вас есть друзья в школе? Хорошие друзья? У взрослых, у ваших пап и мам тоже есть друзья. И читая Библию, Господь, который нас любит, предупреждает нас о том, чтобы мы были внимательны, выбирая себе друзей. Итак, для того, чтобы никто из нас не попал в беду, для того, чтобы нас никто не втянул в разного рода неприятности, я хочу сегодня вам рассказать о том, что в мире есть три, четыре типа людей. И вы об этом должны знать. Для того, чтобы выбирая друзей, выбирать друзей правильно. Но перед тем, как я буду об этом говорить, я хочу спросить у вас, а как вы выбираете друзей? Например, Юра, как ты выбираешь себе друзей? Сам и приходит. То есть они приходят, и неважно, кто они, ты сразу их воспринимаешь, как друзей, которым нужно доверять, с которыми нужно идти в бой, другими словами, иметь какие-то дела и так далее. Или не так? Ты на что-то смотришь. На что ты обращаешь внимание? Так, на то, как он разговаривает. Еще. Качество характера. Еще. Ага, молодец. Правильно ответил. Давайте мы вместе с вами посмотрим на первый тип людей. Итак, первый тип людей живет по принципу я, но не Христос. Это люди, с которыми вы будете встречаться в школе, в городе, где вы живете. Если вы будете работать, на работе вы будете встречаться с этими людьми. Речь идет о людях, которые не знают Господа. Это люди, которые отрицают существование Господа. Это люди, которые пытаются навязывать свою мирскую философию жизни. Это люди, которые живут не по Божьим законам, а по законам этого мира. Среди этих людей есть те, кто пьют водку, кто принимает наркотики, а есть очень хорошие культурные люди, которые не пьют, которые наркотиков не принимают. Но знаете, в чем проблема этих людей? Они Господа не знают. Они не веруют в Господа. И более того, они отрицают существование Бога. Итак, запомните, вы будете встречаться с такими людьми в этом мире. И вам нужно быть очень осторожными, очень внимательными, чтобы не позволить этим людям повлиять на вас настолько, чтобы вы перестали веровать в Господа. Вы встречаетесь с людьми, которые говорят плохо о Боге. Например, есть дети или подростки, которые вообще Бога не знают. Я думаю, вы встречаетесь с такими. И очень часто эти люди будут пытаться влиять на вас настолько, чтобы и вы тоже начали плохо говорить о Господе. Но Бог вас поместил в этот класс и в эту школу как тех, кто ходит в церковь и слышит о Господе. Для того, чтобы вы могли не бояться и смело говорить им о Господе и не принимать того, что они вам говорят против Господа. Поэтому будьте внимательными, когда вы будете с такими людьми встречаться. Есть второй тип людей. Этот тип людей живет по принципу «я» и «Христос». Речь идет о людях, которые верят в то, что Бог есть. Они верят в то, что Иисус Христос приходил в этот мир. Они знают о том, что Иисус Христос на кресте умер. Но знаете, в чем проблема этих людей? Проблема этих людей заключается в том, что они живут по принципу «когда тревога, тогда и до Бога». То есть, другими словами, они ищут Бога тогда, когда у них какие-то проблемы возникают. И когда Бог им помогает решить эти проблемы, они тут же забывают о Боге, разворачиваются и живут своей мирской безбожной жизнью. Так, как будто бы они Бога и не знают. Так, как будто бы Бог им больше и не нужен. Их меньше всего интересует их духовная жизнь и их пребывание в вечности. Их больше интересует, как устроиться здесь на земле. Устроиться так, чтобы все иметь, всем обладать. И поэтому им Бог нужен не для того, чтобы они следовали за Господом и любили Его, и поклонялись Ему, а для того, чтобы они получали все больше и больше каких-то подарков. Но при этом им Бог не нужен. И так, мы все будем с этими людьми сталкиваться. Они даже иногда будут что-то говорить о Боге. Но они не знают Господа, не любят Господа, и им Бог нужен только лишь тогда, когда им нужно что-то решить, какую-то проблемку. Поэтому будьте очень внимательными, чтобы эти люди не повлияли на вас настолько, чтобы вы перестали по-настоящему любить Господа, по-настоящему служить Господу. Есть еще один тип людей, с кем мы встречаемся. Эти люди живут по принципу Христос и я. Речь идет о людях, которые ходят в церковь, они следуют за Господом, они готовы служить Господу, и мы можем увидеть, насколько они бывают ревностными в служении Господу. Но знаете в чем проблема этих людей? Проблема этих людей в том, что они следуют за Господом до тех пор, пока им нравится то, что Господь говорит, пока их устраивает то, что в церкви проповедуется о Господе. Как только то, что говорится им не нравится, они сразу уходят с церкви, они уходят от Господа и начинают жить своей жизнью. И знаете по какому принципу они живут? Нравится не нравится, хочу, не хочу. То есть они берут и перебирают Божье Слово и сортируют. Они то, что им нравится принимают, а то, что им не нравится они отвергают. И таким образом они показывают, что они Господа не любят. И вы будете с такими людьми встречаться, и они будут на вас влиять. Поэтому будьте внимательными в выборе друзей. И последний тип людей это люди, которые живут по принципу Христос, но не я. Этих людей очень мало, хотя они есть. Речь идет о людях, которые знают Господа, любят Господа, они служат Господу, они исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это люди, которые слушают Господа и следуют за Господом, даже тогда, когда бывает очень тяжело. Поэтому, ребята, я хотел вам сегодня помочь, услышав об этом, в вашей жизни сделать правильный выбор в выборе ваших друзей. Ищите себе друзей среди тех, кто любит Господа. Среди тех, кто может вам помочь познавать Господа. Среди тех, кто может вам рассказать о Господе и правильно наставить. Поэтому, если у вас семья верующая, то благодарите Господа за то, что Господь вам позволил жить в семье верующих. Потому что ваш папа и мама знают Господа и любят Господа. И они могут вам помочь рассказать о Господе и понять истину Евангелия, для того, чтобы вы могли уверовать и быть другим человеком. Вы знаете, вы очень правильно делаете, что приходите на служение. Многие сейчас спят, сидят в интернетах, сидят в телефоне. Я знаю, что вы бы не против были бы тоже посидеть в телефоне или в интернете. Но вы правильно делаете, что вы идете в церковь. Потому что Бог создал церковь в этом мире и через церковь Господь проповедует об Иисусе Христе. И в церкви вы можете слышать о Господе Иисусе Христе. Поэтому продолжайте ходить в церковь, потому что в церкви вы сможете услышать о Господе Иисусе Христе. Для того, чтобы вы могли иметь возможность уверовать. Итак, я хочу, чтобы вы подумали о ваших друзьях. Насколько ваши друзья сегодня могут вам помочь знать о Господе? Если они не могут вам помочь узнать больше о Господе, это не значит, что нужно их сразу записать черный список или отказаться от общения с ними. Это значит, что вы должны быть внимательными. Это значит, что вы не всегда должны принимать то, что вам будут говорить. А иногда нужно сказать, нет, я не буду этого принимать, потому что это не то, чему учит Господь. Но в то же время я хочу вас сегодня побудить задуматься о том, кто может быть настоящим для вас другом. И настоящим другом может быть тот человек, который любит Господа, знает Господа, служит Господу, следует за Господом, и который может помочь и вам познать Господа. Поэтому ищите себе таких друзей, ищите себе именно такого общения. И пусть Господь вас в этом благословит. А сейчас давайте мы вместе помолимся и помолимся о том, чтобы Господь благословил вас, и не только вас, но и нас взрослых, серьезно подходить к вопросу выбора друзей в свою жизнь. Хорошо? Давайте закроем глазки, сложим ручки и помолимся. Отец наш небесный, мы благодарим тебя и славим тебя за то, что ты через слово свое нас учишь принимать то, что ты нам говоришь, как истину, потому что, Господи, ты нас любишь и ты нас предупреждаешь и предостерегаешь от многих опасностей, которые есть вокруг нас. Господи, мы благодарим тебя за то, что ты свою любовь нам доказал в том, что Иисус Христос умер за нас, Он воскрес для нашего оправдания и Он есть Господь господствующий. И ты сегодня, Господи, обращал внимание наше на то, как нам нужно подходить к выбору друзей, с кем нам нужно больше общаться, с кем нам нужно больше встречаться и ты обращал наше внимание на то, что живя в этом мире, мы имеем действительно очень много разного рода сложностей, тогда, когда этот мир влияет на нас, тогда, когда очень часто то, что в этом мире происходит, цепляется к нам, и мы очень часто поддаемся этому, что действительно не является сегодня правильным для нас, как для верующих людей. Поэтому ты говорил нам о том, чтобы мы подходили к выбору друзей на основании Слова Твоего, чтобы это были люди, которые знают Тебя, которые любят Тебя, это люди, которые живут и в послушании, принимают истину Твою, это люди, которые могут действительно всегда рассказать о Тебе, дать правильное наставление, для того, чтобы мы могли духовно расти. поэтому мы просим Тебя сейчас в особенности не только друг за друга, за взрослых братьев и сестер, но молим Тебя, Господи, за наших детей, за подростков, которые живут в этом мире, чтобы они имели мудрость быть внимательными и правильно выбирать себе друзей, потому что сегодня очень много есть влияния на наших детей, влияния на наших подростков и на молодежь, и мы видим, что многие просто уходят в церкви, разочаровываются в Боге, только лишь потому, что они строят отношения с людьми, которые не могут им помочь продолжать любить Тебя и познавать истину о Тебе. Господи, мы просим Твоей милости в это последнее время и просим Твоей сохранности для наших детей. И, Господи, помоги нам взрослым, чтобы и мы также были в этих вопросах внимательны, особенно, когда мы сегодня общаемся в социальных сетях, в разных группах, чтобы мы обращали внимание на то, в чем мы принимаем участие, чтобы мы, Господи, обращали внимание на то, как мы себя там ведем, чтобы мы, Господи, имея познание истины, независимо от того, где Ты нам позволишь находиться, имели мудрость и без всякого стыда могли проповедовать о Тебе и говорить истину, которую Ты нам записал в Своем Слове. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты по Своей великой милости и любви желаешь нас учить, наставлять, вразумлять и посредством Твоей истины исправлять. Потому что мы, Господи, сами по себе в этом мире можем заблудиться, запутаться и погибнуть. Но Ты, Господи, в Своей любви продолжаешь нас воспитывать, взращивать и наставлять. И поэтому помоги нам быть к этому внимательными и пусть, Господи, и в этом Твоя воля совершится в нашей жизни, в нашей церкви во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, будем приветствоваться.